Давайте все оторвитесь на 5 минут, заодно у вас кожа подсохнет. Подойдите сюда, поскольку закончу с внутренними линиями, пора переходить уже к теням. Смотрим, что в таком порядке и как делать. Я специально сейчас выложил работу, остановленную на разных этапах. Я просто просил ребят остановиться. Во-первых, работа, остановленная на разных этапах. Обратите внимание, вот у вас идет внешняя контурная линия. Если рядом с ней нет очень яркого блика, вот есть там не самое светлое место на всем вашем препарате, то что обязательно делается? Смотрите внимательно, вот линия, вот линия. Не несколько точек. Не несколько точек. А прямо вплотную к этой линии ставится первый ряд точек. Так? Причем ставится он не прямо на линию, а с внутренней стороны. В результате внешняя поверхность линии у вас остается гладкой, а внутренняя? Нет. А внутренняя нет, она фактуру приобретает. И уж затем, слой за слоем, добавляя эти точки уже ближе к центру. В зависимости от того, насколько яркая тень в этом месте. Будет, в зависимости от этого, ставьте точки на разных расстояниях друг к другу. Чем ярче тень, тем ближе точка. Теперь. Хорошо. Как по-вашему, более широкая вот эта полоса точкования идет вокруг верхней части контура или вокруг нижней? Нижней. А почему? Всегда. Там темнее. А потому что свет у нас сверху. А это значит, по умолчанию, более широкая теневая полоса будет как раз снизу. Так? Хорошо. Неотточкованные линии, в принципе, оставлять не надо. Вот одну секундочку. Сейчас я вам завершу мою работу какую-нибудь. Или вам собачий череп. Вот смотрите. Есть ли хоть одна линия неотточкованная? Нет. Нет. Они все отточкованы. Здесь блинг. Я говорил, единственное исключение, когда вдоль этой линии идет блинг. Тогда, конечно, неточкован. Если идет гребень, такое тоже бывает. Так. Нужно как бы выводить еще. А, либо перехват. Ага. Смотрим. Вот носовая вырезка. Да? Вот линия. Да? С внутренней стороны отточкована. Почему там тень? Так. А теперь, а вот это достаточно острая грань носовой вырезки. Смотрите, как сделано. С этой стороны точкование проводится или нет? Нет. С стороны блика. Нет. Точкования нет. И накладываете тень за этой совершенно белой полосой. И тогда возникает ощущение острого ребра. Абсолютно так же, как и здесь. Но здесь отчасти в тень уходит. Поэтому немножечко подпочковано по всей длине ребра. Идея понятна? Вот. После того, как внешний контур слегка отточковали, начинайте работать с самыми темными участками. Ну, как правило, это будут участки внутри глазниц, участки в районе височных ям, участки в районе основания черепа, носовых вырезок и так далее. Вот здесь вы можете выбирать любой порядок, отдавая предпочтение в первую очередь верхним деталям. Потому что если вы снизу поработаете, вот здесь, допустим, вам долго ждать, пока высохнет, прежде чем переходить наверх. И тебе понятно? Вперед. 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 Здесь сложность носовой вырезки. Вот эта стеночка свеклая, а там, пока вот с этой линией не работает. И учтите, что вот здесь, видите, яркий блик. Вот в этом месте. Да? Так что, когда будете ввести систему точек, вот сюда довели, и здесь оставим полосу белую. А выше опять точки. Угу. 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 Очень хорошо. Я бы расширил зону тачкования по самой нижней части. Мы же с вами обсуждали, что тень всегда снизу. С какой стороны тачкуется внешняя контура? С внутренней. А вы сделали у меня плавно, а ты в внешнюю сторону. Вы ее размазали. Вот это к слову о том, кто внимательно слушает, а кто делает быстренько-быстренько. По счастью, вы, естественно, наделали белых полос. Вот теперь очень аккуратненько все эти белые полосы. Не целиком, а вот как я делаю. Видите, я оставляю разрыв. А после этого с внутренней стороны, только без разрыва, как вы делали, а прямо прижимая к линию. Смотрите сейчас. Видите, у меня точка является продолжением линии. Есть ли разрыв между точкой и линией? Смотрите сейчас. Нет. Вот так. И только нижнюю часть. Вот эта. Не спешить. Спешить в прошлом рисунке нельзя, ничего не получится. Начало очень неплохо. Молодец, что не спекулируешь на тени. Потому что вот здесь надо будет с одной из сторон усилить. Это мы потом сделаем. Так. Ну давай. Вперед. Интересно, а почему же у тебя с лягушкой дрожжи не забавилось? Со всеми остальными ты у тебя нормально? Но у меня одна претензия. Вот смотри. Ты вот эту линию делаешь очень сильно наклонной вправо. Она настолько сильно наклонная? Нет. Вот смотри, ведь эта часть глазунка почти вертикальна. Вот эта. А у тебя есть такое? А у тебя вообще как-то череп отходится без этой части? Вот попробуй разобраться. Вот это и часть. При том, что вот здесь у тебя все правильно. А вот здесь ты взяла и вот так вытянула. Давай. О, как славно. По-настоящему славно. Очень хорошо. Я бы рекомендовал сейчас поработать с глазницами. Сейчас я покажу с таким участом. Во-первых, глазница. А во-вторых, вот видишь, вот эту вот прогибающуюся линию, ниже которой более яркая тень, а выше более светлая. Вот этот район попробуй сделать. У тебя сразу для тебя самого изменится ощущение твоего рисунка. Проще работать будет потом. Ага, ну естественно размазывай. Ну то, о чем я говорю. Так. Догно здесь не работает? Вот на этом не работает. Толстую. Я толстую. Хорошо. Тогда пять минут жги. Я покажу, как это дело можно убрать. Но только убирается в одном единственном случае. Если высохнет совсем. Если хотя бы чуть-чуть не подсохшая, останется грязь. Так что сейчас просто сиди и жги. Ничего другого делать не надо. Смотри, что я сейчас делаю. У тебя пока слишком резкий переход от линия к совсем светлому участку. У меня пора подправить, потому что уже сюда можно поставить. Сейчас я просто показываю, как это делается. Да? Угу. Точки минимального размера. Угу. Из всего, что уже можно сделать, самое мягкое. Угу. Точки. И создаешь не сплошную ленту. Градиент. А вот такую. Ну там же в реальности тень не ровно держит. Да. Так. А вот здесь тень будешь сверху или снизу накладывать. Вот на этом участке. На этом снизу. Снизу. Абсолютно правильно. Не хорошо, когда у тебя вот здесь точки не в полную силу, а линия совершенно черная. Угу. 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 Сейчас пускаем вдоль. Уженькую полосочку. И тогда еще не объем его. А в принципе получается очень плохо. Давай. Спасибо. Ну, для начала попробуем мастику, не уверен, кажется ли, но попробуем. Когда выбирают карандаш, карандаш должен быть убран совсем, по слову, абсолютно, да? Какие-то недоработанные пятна быть не должны, иначе качественного рисунка не получишь. То есть, то, что нужно стирать? Если тушь высохла, ее палкой не умеют. На этом основана чистка рисунка. Но для этого тушь должна высохнуть совершенно. Потому что если хотя бы маленький кусочек, не просохший, получится вот что. Вот смотри, вот эти бледно-серые разводы, да? Это места, где тушь не глубоко проникла бумагой. Вот в этих местах можно жестким ластиком попробовать убрать. Не факт, что все уберется, но попробовать можно. А вот, допустим, вот такую точку и вот такую линию ластиком не уберешь вообще. Ее срезают бритвой. Пластик, он с микро. пудрой стекла. Именно поэтому он так жестко стирает. Но после него осталась лохматая бумага. На лохматой бумаге будет исседать любая грязь, любая пыль. Поэтому после того как жестким ластиком поработать, работаем мягким, выгулкой бумагой. Но постараюсь больше не настрелиться, секунду, вот такая карандашка. Хорошо, ты вот здесь окна не видишь, потом тебе еще пригодится, заодно вот этот шов не видишь, вот эта линия тени. Ну, Таленок, вот садись так, а ты же сам. Скажи, пожалуйста, вот этот отросток располагается ниже, чем вот эта линия, или выше, или он туда спрятан? То есть, этот отросток на фоне вот этого белого костяного мостика, а не на фоне тени. А он тебе на фоне тени? Ну, а почему? Понятно, что он сюда выгонит? Да? А в результате вот как. Вот как. Убирай. И вот это вот окошечко сделать. Вот теперь хотя бы более-менее понятно, насколько трудоемка тушевая техника, что быстро-быстро в туши никогда ничего не бывает. Поскольку мне хочется, чтобы вы получили, ну, полное удовольствие от вашей первой работы, мне хочется, чтобы вы ее довели до конца и сами увидели, что получился у вас классный. Завтра и послезавтра будем работать с тушей, чтобы рисунок довести до конца и получить качественный результат. Договорились? Давай посмотрим, где самые темные участки на твоем рисунке. Глазницы и... Равномерно глазницы или нет? Ты видишь, у тебя же здесь показано, внутри глазницы есть действительно очень темные участки, а есть более светлые участки. Ну, неравномерно, вот здесь потемнее, например. Ну, не просто потемнее, ну вот давай, смотри. Вот этот участок, куда я сейчас показываю, вот этот. Они сильно по яркости отключаются? Угу. Очень сильно. Рады, что наметь границы вот этого очень темного участка у себя. Потому что на самом деле он имеет вот такую вот границу, да? Да. На мете. На рисунке. И начни как раз с самых темных участков. Вовсе не обязательно их заливать тушей. Ну, вот смотри, вот она, подготовка рисунка. Это подготовка. Да. Но при этом, залитая глазница просто равномерно тушевым пятном или нет? Нет. Да нет. Усиливать тень можно сколько угодно. Ее ослабить нельзя. Это понятно? Да. Так что, начинай сейчас с самых темных участков. В глазница и в носовых листах. Вперед. Ну, теперь давай смотрим. О, ну, теперь я сразу вижу, что удалось. Все. Ты победил. Ну, правда. Все-таки не дятел. Так. Вот эта стенка такая широкая или она потоньше? Нет. Ну, она потоньше, конечно. Окно больше. Это понятно? Вот, поправим вот здесь. И можешь переходить к пупшему. Сначала внешний пуп. Сначала, потом остальные. Ну, смотри, Коль, пока риск такой есть нехороший. Ты носовой кость вот здесь тем не оформил. А что у тебя реально темнее? Носовой кость или носовая вырезка? Носовая вырезка. Носовая вырезка. Запомнишь, как ты часто глазница, обязательно с носовой вырезкой. Потому что иначе у тебя череп просто вывернется в обратную кривизну. Такое тоже бывает. Есть, кстати, специальные художественные приемы, для того, чтобы изображение выворачивалось на зрителя. Вот, воспринималось не как уходящая другая перспектива, а на город выворачивался. Так называемый обратный перспектив. Вот, ну, это уже такая техника, на которой в этот раз мы с вами говорить не будем. Еще раз устали, отдыхайте. Ну, какие молодцы. Ну что, почти все, на самом деле, почувствовали, как работать с тушью. А это, наверное, самое главное, затычка. Непроград. Завтра мы сделаем так, чтобы носовая вырезка, вот, садись на свою пучку. Вот видишь, видно, что у нее края тайпоника. Как это передать на рисунке, ну, сегодня не будем. Просто уже устали, гнать не надо. Вот, вот, смотри, что теперь совершенно необходимо сделать. Видишь, носовая вырезка ведь не равномерная, все, видишь, более темное пятно там внутри. Да, где есть. Ну, вот теперь придется усиливать. А как усиливать? Только заполняя пространство между отдельными. При этом никакого сплошного черного пятна все-таки не создавая. Вот, смотри. Вот они, сильные тени. Но все равно остаются промежутки. Это понятно? Никакой тушевой плякса быть не должно. С меточкой зрения, я помню, на одинаковую. Одинаковая яркость? Да. Сейчас, секунду. А-а-а, вот в чем дело. Я смотрю выше. Да. Значит, тогда. Вот. Надо же с твоей точки зрения. Вот, видишь, более темная полосочка вот здесь. Вот именно. Да, для тебя действительно так. Вот это более темная полосочка.